Ёй, это снова я, и это игра Палитра Смерти. Если ты не зашёл в описание и не прочитал всё, что там есть, просто закрой видео и иди отсюда. Я ценю свой труд, и я не хочу, чтобы... Те, кто не уважает его, смотрели так. Хотелось бы поговорить с милым животным. Его цвет должен быть... Тем же, что и в моей шале. Было бы хорошо. Да, ты что? Серый? Говоришь, животное внеслось к тебе плохо потому, что я плохой художник? Нет, это потому, что вы, леди, слишком вспыльчивая персона. Придрались даже к тому, что птичья клетка была пуста, хотя я просто решил нарисовать её в первую очередь. Тебе реально стоит научиться терпению, мелкою. Ай, моя грудь болит. Вспоминаю мою кошку, она была такой милой. Кажется, будучи нарисованными, животные начинают двигаться, как захотят. Интересно, есть ли какой-нибудь способ поместить птицу в клетку? Кот! А-а-а! Этот дебильный кот заковал птицу, которую я нарисовал неподалёку. Я не хотел, чтобы это произошло. Леди! Он выглядит только милым, а не веду меня. Подожди секунду. Я ведь сказал, что я представлю тебя фантастическому художнику, ладно? Он слегка угрюмый, ещё не успел сделать себе имя. Похоже на описание нас. Но у него настоящий талант, клянусь. Уверен, ему удастся нарисовать вас так, как вы этого хотите. Так что, пожалуйста, отпустите меня. Хорошо, пожалуйста, я умоляю! Параптут. Ероры, везде ероры, его сломали. Девушка с синим цветком – это всего лишь общее описание. Настоящее название картины неизвестно. Как бы то ни было, считается, что многие картины использовали ту же девушку в качестве модели. Все они написаны в первой половине 20 века. Также есть теория, что существует коллекция работ разных художников, запечатлевающих эту девушку примерно в один тот же период. Судя по тому, что все эти художники были хорошо известны, можно сделать вывод, что картины были написаны под патронажем очень влиятельного человека. У всех, кроме меня, есть спонсоры. Хотя бы на бусте. Эх, а у меня и этого нету. Эти картины существуют и по сей день. Многие коллекционеры хотят полностью собрать эту загадочную серию работ. Я видела одну из таких коллекций. Все произведения имеют общие черты. Это одинаковых черт лица и цвета волос до синего цветка, желтой броши и фиолетовый шар. Вывод – шар фиолетовый, значит, актичка должна быть фиолетовая. Но остановить лично из девушки не удалось и по сей день. Дзевушка, а что вы хотите? Маленькая птичка, маленькая кошка, клетка. Тебе коня нарисовать? Слышу голоса людей. Странное пятно краски тянется с мольберта. Тетя! Тетя! Куда вы дели животных? Ну ладно, попытаемся счастье. Давай. Сложно разобрать, но кажется, это картина комнаты. Руки девушки протянуты, будто она ждет чего-то. А цвет ее шарли. Ну ладно. Скука плохо сказывается как на коже, так и на полотнах. И кого же ты нарисуешь? Девушка держит хэ-хэ. Маленькая птичка, которую можно внестись в крючок. Ага. Так. Птичья клетка. А птицу ты принес? Есть! Она ведь пустая. Может ты и сам хотел бы в ней оказаться. В смысле сначала птицу что ли рисовать надо? Серьезно? Если кто был обнаружен в студии, ее тело сжали до таких размеров, что она поместилась в птичью клетку. Ладно. Шиш с вами. Видишь, отскок мне все выцело. Надеюсь, это будет кто-то миленький. Надеюсь. Фиолетовые птицы. Ну? О, маленькая птичка. Ну или не такая уж и маленькая. Она слегка большевата, но это не так уж и важно. Я нарисовала ее, потому что казалось, что она что-то держит. Она такая... Она как подушка, такая милашка. Такая пушистая и мягкая. Я могла бы обнимать ее вечно. Вот и занимаюсь. Птичка говорит, спасите, кто тебя дать. Спасите. Она выглядит несчастной. Нет, у нее птичка. Ау. О, Господи, что-то. Что это, блин, было? Птица взорвалась, как попкорн. Жерта была обнаружена в студии со множеством кого-то хранения. Предполагается, что орудием убийства послужил стамеск и... Заклеванный. Отжечь. На весах животных тоже цвета, что вешали. Коня хошь? На тебе лошадь. Чего? Лошадь? Да, лошадь. Тут немного тесно. Пожалуй, даже слишком тесно. Зачем ты нарисовал лошадь в комнате? Ну, затем. У тебя что, столько же ума, сколько у твоей кисти? Сейчас будет спрессованный, да? Жерта была обнаружена в студии с телом, раздавлена на этой части с какой-то мощной силой. Ладно. Животные того же цвета, что и шар. На краски тянется до Риберта. Кто-то миленький. Может, тебе кошку нарисовать? Да, смотри. Purple Cat. Блин, там что-то он растрил кошек. О, кот. Странно, у него морда, но не буду пощать на это внимание. Морда у тебя, у него лицо. Он такой милый. Дай мне потискать твою мордочку. Котик, беги. Он будет несчастным. Киса, беги. Ау. И на что ты надеялся, сделав мне больно? Ответы того же. Шарта была обнаружена в студии со следами когтей по всему телу. Благородная смерть за мучение кота. Так, хорошо. Что у нас есть? Сейчас разберемся. Итак, мы нарисовали птичку и домик для птички. О, она села над окном. Что бы заставило ее залететь в клетку? Другая птичка. Я птички одного цвета. Почему ты не принес мне птицу? Тогда сам полезай внутрь. Мы когда-нибудь с этим разберемся. Так, кажется, я поняла. Смотри. Рисуешь птицу. Красишь фиолетовый. О, птичка, как мило. Ну, я не могу двигаться. Приманили. Найти клетку в ручке. Зеленый клеток. Пусть будет. Нависовал домик для птички, да. Ага. А то, что птичке очень надо в этот домик лезть. Без особой надобистой. О, она села над окном. Что бы заставило ее залететь в клетку? Конечно же, кит. Кит там. Смотри. Птися. Торми, киси, кок нам. Птичка нам спугнет. Теперь кот. Но я хочу, чтобы птичка... Сейчас кот состроит. Птичка. Кот гоняется со птицей. Сюда, птичка. Вот, видишь? Найти, птичка. Добро пожаловать домой. Ведь это уже свето, что и моя шарь. Хотя, не поем поддержать тебя, но... Не хватит возможности общаться с тобой через путь в клетке. Вот, птичка в безопасности, кот на воле. Все хорошо. И я жив. Какая прелесть. Теперь мне не будет скучно. Птичка в клетке. Надеюсь, она ее не клюнет. Иначе эта девочка клюнет меня. Снова дождь еще со вчерашнего дня. Это из-за твоей угрюмой натуры? Да. Я поручу атмосферу вокруг себя. Зачем ты со мной связалась? Теперь будет личный дождь. И Сайлент Хилл. Хотя, будучи картиной, я не против темноты. Достаточно на сегодня возвращайся в свою комнату. Так точно, товарищ адмирал. Киса, выходи оттуда. Кис-кис. Слышу голоса людей. Киса. Киса. Кис-кис. Ну, вылезай из картины. Киса. Теперь Киса будет жить у нее, а не у нас. Твою ж дивизию. На стене висит сталь картины. Прожденная зеленая мулья. Да ладно, пошли спать. Я сажусь на кровати. И снова меня чаты задолбывают. Выключай интернет, когда ложишься быть. Байники. Главная проблема заключается в том, почему эта картина проклята. Другой такой проклятой картины, как девушка с синим цветком, не существует. Может ли быть это связано с человеком, нарисовавшим ее? На этой картине нет подписи художника, но через анализ предыдущих ее владельцев мне удалось установить одну особенность. Владелец галереи, скульптор, землевладелец. Да, и по всей видимости художник это... Он уже умер, но... Видимо, первой жертвой картины был человек, владеющий участком земли, на котором была расположена и мастерская художника. Сложно! Это лишь гипотеза, но я уверен, что между художником и Бадыри произошло нечто ужасное. Девушка с цветком, видимо, просто испарилась после этой истории. Интересно, где ее труп? Видимо, где-то в мастерской. Никому не известна ее судьба. Учитывая тот факт, что картина была последней в серии, есть вероятность, что сущность девушки слилась с картиной, что и сделала ее проклятой. После чего она начала уби... Убивать. И чует... Нашему главному герою уже совершенно на все насрать. Я слышу громкие шумы за окна. Что там? На улице левень, земли не видно, я слышу, но я слышу капли. И иногда гремит гром. Ну что ж, на этом, пожалуй, закончим... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.